Такой замечательный ветер сегодня, ну пусть он будет фоном, а я чуть-чуть добавлю к тексту Юры. Действительно это похоже на то, что как будто ты возвращаешься в детство, ты становишься ребенком, и как будто бы у тебя еще вот этот детский период не успевает накапливаться, какие-то претензии к миру, к жизни. То есть нету вот этих вот каких-то установочек, убеждений, и поэтому все воспринимается легко, как некая игра. И причем, ну вот вспомните, друзья, вот ребенку, ему есть разница экстраверт он или интроверт, он даже не думает об этом. То есть это вообще никак не трогает, то есть это просто есть как некая со стороны... О, посмотрите, какой необычный ребенок, у него свойство больше жить внутренним миром, он меньше появляется наружу. А вот этот ребеночек нуждается в общении, и он кайфует от того, что он проявляется и больше контактирует с окружающим миром, с людьми. Но, в принципе, это же все очень условно, это просто пропорции некие, как некие рамочки, которые люди сами же себе устанавливают. Я интроверт, я экстраверт. Но это как погода меняется, или вот просто течение жизни. Сейчас светло, потом темно, пошел дождь, закончится дождь и так далее. Что это? Какое оно? Какая она жизнь? Просто некая игра, и можно поиграть и в интроверта, и в экстраверта. И вот это просветление, оно как бы лишает этой необходимости придерживаться каких-то определенных рамок, в том числе и психологических, и вот этих типов характера. Хотя, конечно, это все интересно, это все очень познавательно, ну, узнать, что у тебя за темперамент, какие твои, ну, сильные стороны, там, слабые стороны, ну, как в психологии все это. Ну, по сути, это то же самое выстраивание, то есть обозначение и фиксация некоторых форм, которые приходящие, и попытка в них как бы задержаться. И это все нормально, с точки зрения психологии, ну, почему бы нет, то есть некая классификация. Ну, а с точки зрения, если можно сказать, точка зрения, опять же, точка, да, опять же, зрение, с точки зрения просветления, все это просто игры, все это просто игры, которые никак не мешают воспринимать жизнь как некий процесс, игровой процесс. Да, и тут Юра прав, это просто такое детское восприятие, такое творчество, такая импровизация, по сути. Когда ты радуешься самому себе, то есть сам процесс, который ты же сам устраиваешь, и ты же являешься там и зрителем, и актером, и сценаристом, и режиссером, и жюри, и ты нравишься сам себе в этом процессе, и этот процесс сам тебе нравится, и все тебе, в общем, радостно и спокойно. Ну, как-то так.